Майнкрафт это одна из немногих игр, которую стали переводить на все языки мира. Здесь даже есть несуществующие языки по типу пиратского. Оно помимо русской локализации, которую мы все хорошо понимаем, сравнительно недавно был добавлен дореформенный русский язык. Это тот же русский язык, но с немного отличающимся правописанием. В конце слов добавляются твердые знаки, а произношение как будто перемешано с украинским и белорусским. В общем, язык старой Руси. Так вот, разработчики постарались и перевели на этот язык всю игру. Например, железный голем здесь не голем, а витязь. А иссушитель это не визор, а трехглавая погонь. И все это настолько хорошо, что добавили даже кучу отсылок в достижения. Сегодня мы разберем отсылки на старую русскую культуру в дореформенном русском языке. Найдем, что для нас спрятали разработчики в этом не совсем популярном языке Майнкрафта, который в то же время максимально близок к нам. Присаживайтесь поудобнее, с вами Гридлок и мы начинаем. Поехали! Красота-то какая! Лепота! Многие зрители примерно моего возраста или старше уже поняли, куда отсылается это достижение. На обычном русском языке это достижение называется «прекрасный вид». Игроку нужно будет поймать своим лицом снаряд шалкера и взлететь над островами Венди на 50 блоков высоту. При такой высоте действительно открывается прекрасный вид, но на что отсылается дореформенный язык? Отсылка ведет напрямую к старому советскому фильму под названием «Иван Васильевич меняет профессию». Эта фраза напрямую принадлежит Ивану Васильевичу, то есть Васильевичу Ивану Грозному. Надеюсь, вы помните такого русского царя. В фильме с помощью машины времени Ивана Грозного из 16 века перемещают в 20 век. Он выходит на балкон высокого здания, оглядывается на город, который построили в будущем и произносит эту фразу, поражаясь красоте современного города. Может ли это быть отсылкой, что современные города людей в Майнкрафте – это города Венди? Это остается загадкой. Но в любом случае отсылка классная и изначально ее поймут не все. Ермак Тимофеевич, не знающий историю человек, спросит «а кто это вообще такой?». Данное достижение называется на русском языке «Время приключений», что является отсылкой на мультфильм такого же названия. Да и на английском все ровно так же, а тут на дореформенном какого-то Ермака припрели. Достижение выполняется тогда, когда вы своими ногами наступаете на все биомы, которых в Майнкрафте целых 52 штуки. Теперь к этому Ермаку Тимофеевичу. Он больше всего известен как просто Ермак. И хоть к серии игр Mortal Kombat достижение не отсылается, оно отсылается на русского атамана времен 16 века, который прославился тем, что завоевал земли, которые сейчас называются Сибирью. По сути, это тот человек, который положил начало росту России до самой большой страны в мире. Без Ермака, возможно, Россия была бы не такой большой, как сейчас. Выполняя такое достижение, вам придется обойти абсолютно все биомы, включая снежные, как в Сибири. А вот таким образом, с помощью Майнкрафта можно даже учить историю. Романтический ужин. Так называется достижение на обычном русском языке. Выполняется оно ровно в тот момент, когда вы покормите двух одинаковых мобов и родится третий. На дореформенном переводе достижение звучит как «Отцы и дети». И это название крепко засело в головах живущих людей в России. Некоторые даже знают эту фразу, однако не знают, откуда она взялась. «Отцы и дети» – это то, что, скорее всего, вы слышали в школе. Так называется произведение русского писателя Тургенева, который жил в 19 веке. Книга так и называется «Отцы и дети». Она достаточно нелегкая, там много глубокого смысла. Рассказать в двух словах это невозможно, однако в Майнкрафте от этой книги только название. Потому что мы просто размножаем, допустим, коров и получаем детеныша. Но почему достижение используют отцы в множественном числе, если отец должен быть всего один? Видимо, мы действительно чего-то не знаем о Майнкрафте. «Окно в Европу» – эта фраза стала слишком часто использоваться, и на уроках истории вы её могли слышать. Надеюсь, её никто не прогуливал. На современном русском языке достижение называется как «Идеальный побег», что не несёт себе никакого смысла. Просто наш игрок убивает дракона края. Появляется портал на далёкие острова, где есть города края, и наш персонаж просто туда телепортируется. Однако «Окно в Европу» может быть и двухсторонней отсылкой, как к реальной жизни, так и к Майнкрафту. Во-первых, отсылка на реальную жизнь. Тут явно говорится о власти, наверное, самого великого русского императора Петра I, который принёс цивилизацию и технологии из стран Европы в Россию. В то время Россия была закрытой в себе консервативной страной. Однако, будучи ещё юным, Пётр I побывал за рубежом, попутешествовал по странам Европы. Взял многое и принёс это в Россию, от технологии кораблестроения до моды одежды. Это и называется «Окном в Европу» – одно из главных достижений Петра I. Теперь поговорим про обратную сторону медали. Это отсылка на сюжет Майнкрафта. Игрок, проходя через портал, попадает на далёкие островные земли, где есть своя цивилизация, высокие города, невиданные ранее технологией для нашего персонажа. Может ли это быть двусторонней отсылкой, что как в реальной жизни «Окно вело в продвинутую Европу», так и в Майнкрафте «Окно вело в продвинутые города-края»? Очевидно, может. Это очень крутая отсылка, которая убивает сразу двух зайцев одним выстрелом. Не сотвори себе кумира. Эта ачивка на современном русском языке называется «Три закона големотехники». Но что это значит «Не сотвори себе кумира»? Эта ачивка отличается от остальных тем, что это буквально цитата из Библии. В Майнкрафте игрок создаёт голема, который по сути намного совершеннее его самого, ибо он выше, сильнее, у него больше жизни, да и вообще он является роботом. Забавно, что в описании достижения голема называют витязем. И знаете, мне нравится такая локализация игры. Итак, в реальной жизни «Не сотвори себе кумира» означает, что не нужно брать какого-то человека и делать его своим кумиром, представлять его слишком идеальными и копировать его. В Майнкрафте же это может играть другой смысл. Игрок буквально создаёт своими руками существо, которое лучше его самого. То есть сотворяет себе кумира. Неужели Майнкрафт думает, что создавать своих големов – это плохо? Или игра так говорит жителям, которые по своему подобию соорудили голема. Тем самым они создали лучшую версию себя, ведь они действительно похожи. Если у вас есть идеи по поводу расшифровки, напишите мне в комментариях свои идеи. «Чёрный ворон – я не твой». Такое название носит достижение, когда игрок использует тотем бессмертия. В современном русском языке такое достижение называется «свет в конце тоннеля». Многим может показаться, что отсылки тут никакой нету. «Чёрный ворон» просто символизирует смерть. В Майнкрафте это смерть игрока, а тотем просто возвращает игрока к жизни. Однако это отсылка на старую русскую музыку, которая вначале была просто как стихотворение, а потом её ещё и спели. В одной из строк встречается как раз-таки фраза «Чёрный ворон – я не твой». И в этой песне «Чёрный ворон» действительно ассоциируется со смертью. «Умирая и мгновенно возрождая с помощью тотема» – эта фраза как будто говорится самим игроком, который только что спасся от смерти. Вот такая интересная отсылка. А на этом видео подошло к концу. Не забывайте, что у меня есть свой сервер в Майнкрафте, где играют остальные мои подписчики. Если вы хотите повыживать со мной и с ними, то ссылка на вход будет в описании. Ну и подписывайтесь на канал, ведь тут много интересного про Майнкрафт. Ну а я прощаюсь, с вами был Гридлок, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok